приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донского и сегодня наконец-то долгожданное видео я вам покажу мою косметичку даже не косметичку а мой косметический столик как у меня все организовано чем я пользуюсь и дам некоторые рекомендации по продукции приглашаю вас в мою косметичку итак давайте посмотрим что у меня в моей косметичке которые так всегда у меня под рукой и я выбираю продукты которые мне больше нравятся мне так очень удобно и классно потому что я сажусь за стул я вижу всю продукцию вижу всю свою коллекцию что здесь и как бы я не трачу на это много времени сейчас я делаю очень простые мейки летом ну как обычно я начинаю с ухода за лицом а потом следующий шаг идет тональная основа или база под макияж праймер но базой пользуюсь реже вот эта звановская база потому что все равно немножечко она уплотняет как бы вот макияж делает его конечно делает более стойким но времени тратится тоже на нее больше и я люблю тональные основы разные вот сейчас у меня aqua boost тональная основа и буквально вот несколько дней назад открыла giordani gold минеральную господи какая она классная aqua boost люблю за легкость где показывать буду чтобы палитра побольше aqua boost это очень легкая очень невесомая тональная основа ее просто на лице незаметно она как невидимка она не забивает поры вот смотрите какая легкость красота а минеральная какая же она прекрасная она более плотная у нее более слоновая кость уже такой более цвет какой-то более теплый но на лице сейчас прям хорошо все равно кожа чуть-чуть загорела и выглядит это красиво и они когда ложат смотрите все равно aqua boost немножечко как-то ее вот тут даже видно минеральная просто слилась с кожей вот она чуть-чуть полежит и ее будет вообще не видно насколько крутые тональные основы в oriflame я даже я просто удивляюсь очень люблю хайлайтеры и у них тоже много много разных вот этот кремовый люблю потому что он прям такой розовинку розовинку дает сейчас сразу все покажу очень очень нравится этот с пипеткой его сняли к сожалению с производства сейчас поближе все буду показывать но ничего страшного выходят новые хайлайтеры очень нравится вот этот вот такой тонкий прозрачный в стике вот смотрите хайлайтер розовенький какой он прям розовый 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 легкую такой вот придает живость лицо освежает а хайлайтер который я нанесла из пипетки он с золотыми искрами как бы вам показать чтобы видно было здесь видно хайлайтер это классная тема еще у меня хайлайтер есть в наборе этот набор я прям всем рекомендую мой трельяж которым я очень активно пользуюсь бесподобный набор просто нереальной красоты чуть-чуть свет убавлю так вот и здесь тоже есть хайлайтер единственное конечно здесь объем не очень большой но я не экономлю закончится купим новый правильно девчонки что на себе экономить здесь невероятные тени итак нанесла и тональную основу следующий этап если я делаю пудру например я беру пудру сейчас у меня несколько сразу пудр одна матирующая the one роскошная такая пудра шелковая одна тоже матирующая giordani gold мне почему тот больше нравится как на лице у меня лежит хотя это более шелковистая пудра все равно мне больше нравится как на лице лежит вот эта the one просто по ощущениям я даже не знаю как это объяснить но рука тянется все время к этой пудре потом если я нанесла пудру то я использую сухие хайлайтер и румяна и корректор если же я работаю по тональной основе то есть по мокрому как мы говорим мокрое по мокрому сухое по сухому если же я беру прям по тональной основе то использую такой корректор тоже в стике также есть румяна в стике и у меня все время есть варианты что использовать я могу то одно то другое мне никогда не надоедает потому что косметики много а я не люблю как бы ограничения в этой сфере мне надо чтобы всего было в изобилии все было очень классно есть еще такая палетка которая практически закончилась но я ее естественно до закончу здесь классные румяна были роскошный хайлайтер у меня первый кончился и потом вот такой вот бронзер которым я делаю коррекцию лица он просто классный так это сюда можно отставить далее когда мы завершили подготовку лица то все лицо оно должно быть такое вот знаете как бы подготовленное все выхоленное я могу также использовать такие румяна в шариках и сияние все у меня у меня столько всего классного и я очень люблю косметику поэтому с удовольствием ей пользуюсь вот такая вот красота шарики ими нужно конечно кистью работать чтобы был виден эффект шарики они придают ровный тон лицу то есть лицо выглядит таким холеным ухоженным сияющим румяна дает очень естественное сияние в основном я ими пользуюсь уже зимой потому что зимой мне вообще нельзя никаких резких тонов ни персик не розовый потому что сразу будет слишком яркое пятно на бледном лице это выглядит ужасно потом встает вопрос с бровями да я сначала делаю брови потом стараюсь делать макияж и для бровей я использую либо вот эту нашу крутую палетку со скрытым чемоданчиком здесь кисточки есть она очень очень мне нравится потому что здесь два оттенка и можно смешивать смотрите этот посветлее а второй потемнее а можно взять немножко здесь немножко здесь получится уже третий цвет можно подстраиваться под ваши брови под ваш цветотип и это очень хорошо просто замечательно потом одно время я просто постоянно пользовалась только помадой для бровей потому что она очень удобная и она дает бархатистая здесь есть кисточка спрятана в крышке люблю такие лайфхаки когда вот все под рукой все удобно и она дает такие классные бархатные бровки сделать чудо вот этот продукт действительно чудо у меня кто девчонки его заказывали понравилось абсолютно всем то все довольны еще я могу сделать брови завершить тушью тушь просто классная слушайте у нас тушь в oriflame это для бровей и у меня средний тон она чудо просто как она укладывает брови причесывает их делает их такими пушистыми ухоженными уложенными если мне хочется более четкую бровь такую более красивую то я возьму такой карандаш giordani вот он такой вот тоже волосики можно рисовать потом если что-то я напортачила просто беру щеточку и расчесываю и дается также бархатистость получается благодаря этой щеточке и брови становятся пышными и такими симпатичными так мне кажется у меня телефон чуть-чуть упал сейчас подправлю ага так лучше поехали дальше для 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 бровей кстати когда мне присылают на обзор очень много продукции приходит ну как видите ничем не пользуюсь во первых потому что переживаю за свою безопасность чтобы не навредить своему телу и коже но какие-то продукты реально мне понравились это вот например карандаш для бровей но он мне понравился такой тон прикольненький такой весь он золотой это и у него хорошая расчесочка поэтому вот я его оставила остальное я обычно выкидываю я даже никому не дарю потому что ну как я могу подарить то что мне самой не нравится и вот понравилась мне такая подводка иногда ей пользуюсь когда там быстренько нужно и вот именно отсюда я узнала насколько круто когда вот этот линер он с кисточкой видите здесь кисть то есть не просто это как у нас был до этого сейчас покажу вот такой вот линер он жесткой кистью а сейчас у нас в джордане не открывается сейчас покажу в джордане вышел такой же линер 100 с кистью и я всем говорю девочки это магия посмотрите какие можно стрелочки красить вот этот продукт тоже очень даже неплохой далее и все больше у меня как бы из другой продукции ничего нет я все абсолютно нахожу в oriflame для себя для своей красоты кстати не рассказала про консилеры у меня консилеров немного у меня есть любимчик вот вы его как раз видите секунду вот такой консилер наикрутейший просто тут покажу где венки он тоненький стойкий он хорошо перекрывает все недостатки которые у меня есть под глазками их не так много но с консилером лицо сразу выглядит моложе есть у меня еще такой тюбик еще старый вариант но я им уже не пользуюсь практически так вот он лежит иногда можно и им конечно пользоваться но не там уже нельзя его выкину просто он лежал как бы вот для демонстрации чтобы показать что разные есть тюбики вот такое то но он более плотный и мне не очень это подходило поэтому я от него отказалась а вот этот во первых удобно что открыл кисточкой сразу наношу и могу кисточкой распределить немножко пальчиком вбить и все вот этот консилер он слишком хорош он прям слишком хорош можете его смело брать он шикарный так сделали лицо привели в порядок начинаем красить тени если вы хотите просто сухие тени нанести то красиво может не получиться надо брать праймер либо праймер либо вот такую блестящую штучку это стойкие тени будем стойкие тени хрусталь я на них делаю сухой макияж либо мой сейчас любимый макияж я делаю на стик giordani это румяно-розовое золото вот так вот это выглядит все слишком да хорошо вот смотрите легкий перелив золото с розовым и или праймер то есть все что угодно лишь бы было мягонько чтобы тени прилипли потом я беру кисти кистей у меня очень много сейчас возьму например кисточку и как раз палитру и вот я беру золотые вы все спрашиваете что у тебя за макияж беру золотые тени и наношу на серединку и ближе к внутреннему углу золота а потом беру рыжий вот этот вот рыжий цвет если хочу потемнее макияж более насыщенный то добавлю еще коричневого вот отсюда прикрою чтобы удобнее было беру этот коричневый чуть-чуть то есть они один на одном и уголочек я вывожу вот этим вот цветом вот так вот вывожу уголочек получается бесподобно смотрите как если на сухую кожу просто наносить какой получается цвет то есть его практически не видно и как красиво если мы наносим на базу на любую базу которая принимает цвет и запечатывает его смотрите усиливает и дает подсветку изнутри получается что-то невероятно красивое правда вот поэтому у меня такой классный макияж так дальше 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 продолжаем тени классные если у вас будет возможность закажите себе эту палетку потому что настолько роскошные оттенки или можно заказывать по отдельности собирать себе вот такую палитру с тенями рефил тут тоже красивые классные цвета их правда очень много даже не представляю за всю жизнь только не выможу особенно если вот брать какие-то неординарные оттенки какие сейчас у меня вот на пальцах я демонстрирую мне кажется я ими будут реально до пенсии пользоваться потому что это очень их очень очень много так что еще я вам хочу показать стрелки любимая моя подводка зевановская единственная огорчилась что-то у нее стерлось название я не люблю когда облезла и футлярчики все-таки это но это неправильно всегда должна быть косметика очень красивая привлекать внимание в этом я крашу просто стрелки раз это очень хорошая подводка тоже у нее тоненький кончик и она не сохнет так как сохнет подводка giordani gold вот это тоже футляре она очень долго с ней можно работать выводить стрелочки она стойкая она не смоется слезами радости кстати пока я делаю макияж у меня на губах обязательно какой-нибудь лежит блеск либо вот такой вот то есть это не даже не блеск это уход за губами такой блестящий ухаживающий по моему это у нас азет бальзам вот он очень даже неплохой либо вот такой мульти бальзамчик они дают легенький цвет и я иногда просто ими подкрашиваю губы и могу с ними просто гулять дело в том что в них высокий спф фильтр и это очень классно для наших губ так что у меня еще всегда под рукой всегда под рукой вот кстати еще вот такой классный консилер он мне нравится но я им пользуюсь реже потому что у меня нет таких больших каких-то недостатков в коже которые нужно прям корректировать мне обычно хватает тональной основы и вот такого консилера но если я хочу прям вау вау вывести макияж что я конечно повожусь и сделаю вот с этой палитрой все вот такие у меня еще есть румяна уже давнишние но я ими тоже не пользуюсь вот эти румянчики мне нравятся он колоровские они очень хорошие у меня было два оттенка одни розовенькие меня дочка забрала вот по насыщеннее мне оставила тоже они у меня всегда в деле так дальше что еще интересненького по поводу того что я крашу под не нижняя века чем я прокрашиваю два стойких карандаша это тени карандаш у меня каждый день в работе каждый день то есть я нижнюю часть века подвожу вот этим вот вот этой красотой а внутри в уголочке во внутреннем я делаю вот этим хрусталем их друг с собой друг с другом соединяю и если я хочу сделать более насыщенную картинку то я беру такую плоскую кисть которая для консилера но я и крашу тени и набираю какой-то цвет по насыщеннее могу вот туда-туда немножко тыкнуть сюда то есть у меня я как чисто акварелист я могу и так и так поработать и я в эту прям вот красоту ввожу сухие тени и получается очень насыщенно то есть так более прозрачно если просто стойкие тени нанести если сверху сухими то можно сделать прям очень насыщенно смотрите вот я добавляю более темного оттенка и будет стойкая крутая подводка в ресничном вот этом пространстве это будет очень очень красиво и макияж получается уже насыщенный более вечерний то есть вот такие вам параллельно фишечки рассказываю так что еще вот хотела наш показать в чем разница он жесткий он так вот не как кисть он тоже крутой более толстенький заметьте так еще что у меня есть интересненького для летнего макияжа я взяла такие вот мятные тени карандаш внизу подводку делаю но это уже для таких вот позитивных макияжей зелененьких или синеньких и мне очень понравился двухсторонний карандаш он колоровский даже не ожидала что он будет настолько качественный такой мягкий красивый смотрите цвета просто бомба и когда я делаю такой макияж все просто смотрят и глаз оторвать не могут насколько это красиво то есть мы все сделали тени стрелочки все нанесли нужно делать тушь сейчас у меня есть туши две любимые туши вот пять в одном я любую беру мне обе нравятся и та и другая у них чуть-чуть разные кисточки вот та зелененькая это xxl а черная просто классическая вот если вы посмотрите так смотрите зеленая и черная вот в чем разница мне кажется хорошо прям видно то что у зеленой кисть пошире и как нижние ворсинки более длинные так и верхние над изгибом вот у классической нижних вообще практически нет это конечно очень удобно особенно у кого чувствительные глазки чтобы не дотрагиваться до слизистой в то время когда вы делаете макияж а еще я вам хочу показать сейчас покажу одну классную штуку это тушь giordani gold ангельская ласка вот я в нее просто тоже влюблена сейчас смотрите у нее так на конус кисточка сделана на кончик закругленный посмотрите как она интересно сделана тут она прям плоская а переворачиваем так треугольник она очень хорошо прокрашивает ресницы дает объем длину изгиб но сейчас она мне загустела вы на мне вот практически два месяца и я крашу сейчас двумя то есть я ей начинаю потом открываю кисточкой расчесываю укладываю опять ей крашу потом этой то есть я делаю получается вот так три или четыре слоя используя две кисточки потому что получаются вообще крутые ресницы как будто их нарастили тоже любите меня всегда здесь масло чайного дерева обязательно на всякий случай везде стоит в ванной на кухне и на моем косметическом столике а также смягчающее средство тоже по всему дому везде где только можно то везде где только можно мы берем и мажем локти потому что локти сохнут я их тут же раз и намазала пока помню губы локти то есть все что сохнет я всегда мажу этим средством накрасили ресницы переходим к помаде помад у меня очень много а вот карандашей мало карандашей мне всегда не хватает нет нужного оттенка я буквально плачу из-за этого вот у меня есть старые карандаши еще которыми я ну практически уже не пользуюсь они просто вот лежат не знаю почему рука не поднимается выкинуть но я пользуюсь в основном карандашами giordani gold вот сейчас у меня два в ходу вот такой карандашик гордыния по моему называется он более нейтральный он мне конечно не очень подходит но это лучшее из того что есть потому что среди звановских карандашей тут вообще ничего не не осталось для меня мне нужен такой вот теплый но нейтральный без рыжины без красноты шоколад он просто убойный вот я его практически не могу использовать он меня идет только к помаде тоже он color подходит вот эта помада вот сюда хорошо к теплому ореховому просто чудесно больше ни к чему поэтому я беру гордыню а если я крашу красные губы то естественно я беру мак то что мог бесподобный карандаш он подходит под все красные помады особенно люблю помаду вот эту матовую мат вельвет и кисть у нее шикарная и помада шикарная и лежит она на губах восхитительно вот она мне очень нравится либо я беру ультрафикс помаду какую-то сейчас посмотрим у меня тут они немножко спутались недавно приходили гости мы тут всем перемазали с девчонками новенькие были вот смотрите вот это просто цвет огонь ой как я ее люблю терракота мне очень нравится тоже из ультрафикса вот в основном если я хочу прям светлые-светлые губы то тогда вот я беру нют нют шикарный просто шикарный эти помады по 7 часов реально держатся но если я поем конечно горячий там супчик со сметанкой то конечно помаду лучше сменить потому что ну естественно она внутри уже будет не такая хорошенькая я потеряла помаду вот она так что еще я вам хотела показать помад у меня как вы понимаете очень много очень редко пользуюсь вот этими тинтами вроде бы они ничего так прикольные но с ними надо возиться вот чтобы их накрасить очень люблю помаду вот эту жидкую джертани голд бомба просто помада у меня теплый кошелье я вам ее покажу как я ее обожаю самое главное что она вот такая стойкая и на маске она тоже не отпечатывается но она такая увлажняющая при этом у нее роскошный хороший теплый коричневый цвет без каких-то там рыжих красных вот хороший тепленький оттенок осенью просто я ей постоянно красилась и еще у меня в любимчиках вот такая помада тоже матовая пралине по-моему она называлась очень тоже ее люблю потому что она красиво по цвету видите у меня в общем-то моя палитра если вы ее посмотрите она понятная что помада в общем-то практически все одинаковые но они разные чуть-чуть под маленький есть маленькое расхождение в тональности и уже по-другому выглядит и когда вы меня спрашиваете ли что у тебя за помада на губах я честно говоря обычно крашу губы так быстро так вот эту хватит накрасила я потом не могу вспомнить потому что видео выходит через несколько дней за это время я уже могла там перекрасить кучу других помад и естественно уже не помню но вы должны понимать что вот она моя палитра она простая понятная ничего в ней нет сложного вот такая моя косметичка и всегда у меня на моем столе вот стоят ароматы то есть те которые сейчас я люблю сейчас мой конечно любимый си желтый си желтый просто меня покорил до этого я пользовалась активненько вот парадайзом и вот этими всеми клубничкой да вот все что тут лежит это в общем-то вот на лето я вам показывал отдельный обзор и вот чтобы никуда-то не лазить у меня тут все в тенечке обычно стоит не никому не мешает а мне доставляет огромное удовольствие просто подходите выбирать свой любимый аромат и думаю всегда какой я сегодня хочу но почему-то каждый день уже на протяжении двух недель я хочу всегда вот этот аромат это что-то невероятное обязательно его подегустируйте возможно вам тоже понравится может быть вам понравится синий си вот они есть синий и желтый но синий для меня не подошел не мой аромат хотя может быть зимой он мне покажется уже другим потому что сами понимаете ароматы раскрываются у нас по-разному в зависимости от сезонности от температуры и от настроения тоже вот такой вот мой обзор вроде бы все самое интересненькое показала ну конечно же это кисти кисти у меня в основном oriflame но есть кисти вот с aliexpress мне присылали на обзор и они действительно оказались неплохие потому что мне кистей все время не хватает какие-то в стирке лежат какие-то вот так они у меня все время идут в работе поэтому кистей много не бывает я рада что они у меня есть и вот иногда пользуюсь щипцами тоже они мне нравятся они помогают сделать такой красивый изгиб ресницам и глаза получается более распахнутые и крупные что тоже делает визуально лицо более таким молодым и задорным я вас благодарю за внимание если у вас какие-то есть вопросы то задавайте их в комментариях под видео с удовольствием расскажу объясню или запишу дополнительный обзор всего вам доброго пока пока